Здравствуйте, меня зовут Марина Копытько и сегодня мы поговорим о том, как можно максимально долго оставаться физически активным. Что такое коллаген и глюкозамин? Зачем они нужны? Почему, когда говорят о здоровье суставов, всегда упоминают именно их? Коллаген – это вид белка, который входит в состав соединительной ткани. Именно поэтому он необходим для профилактики морщинок, для поддержания тургора кожи. И наряду с кальцием он является строительным материалом для суставов и костей. Глюкозамин – это вещество, которое вырабатывается хрящевой тканью сустава. Он входит в состав хондроэтилсульфита. Поскольку глюкозамин является предшественником глюкозаминогликанов, это главный компонент нашей хрящевой ткани, то в свое время было сделано предположением, что регулярное употребление глюкозамина способствует восстановлению хрящевой ткани. Однако, эффективность его применения будет сильно зависеть от стадии артроза. И, конечно, он лучше работает именно как средство профилактики. Надо сказать, что предшественники и коллагена, и глюкозамина в пище они также содержатся. Например, в холодце или в хаше. То есть, это продукты, которые подвергались длительной термической обработке для того, чтобы разрушить пептидные связи. Но даже и в этом случае усваиваются они очень тяжело. Именно поэтому получило распространение использования коллагена и глюкозаминов в виде биологически активных добавок, которые принимаются вместе с пищей. На прием именно этих биологически активных добавок нужно обратить внимание, если вам больше, чем 45 лет, потому что считается, что с возрастом синтез коллагена собственного снижается. Если вы занимаетесь физической активностью с акцентом на суставы, какая-то ударная нагрузка у вас есть. Ну и если в целом вам не безразличен вопрос здоровья вашей суставной системы. Ну и в заключение подчеркну важность комплексного подхода к сохранению здоровья суставов. В целом важно общее количество употребляемой человеком белка. Важно достаточное поступление ключевых витаминов, в частности витаминов группы В, которые отвечают за большое количество обменных процессов в организме. И конечно наличие регулярной физической активности. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения человек в день должен проходить около 8-10 тысяч шагов. Однако здесь есть и индивидуальные отклонения. Расскажите пожалуйста о вашем опыте применения этих биологически активных добавок. А я желаю вам здоровья и процветания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok